Микс Ньюс. Каждую вторую среду в 13 часов. Слушайте программу Другой Мир. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Да, действительно, вот именно та самая среда, когда мы с вами погружаемся в Другой Мир, пытаемся расширить какие-то свои знания, познания об окружающем мире и вообще окунуться во что-то новое, интересное. Меня зовут Олег Пека, и я с удовольствием представляю ведущую программы Другой Мир, сертифицированного специалиста по работе с внутренними ресурсами человека Татьяну Доли. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня в нашей студии специалист по альтернативной медицине Михаил Машенков. Добрый день. Здравствуйте. Будем действительно говорить о необычном. Или об обычном. Для вас, может быть, это обычно, но когда впервые, вот я действительно узнал, столкнулся, услышал о том, что есть возможность лечения человека, ну вот без прямого контакта, физического воздействия, это казалось, но если честно, чем-то таким, ну совершенно невероятным и невозможным. Да, да, да. То есть, в принципе, давайте, может быть, попытаемся объяснить, что это такое, вот эта система бесконтактного, я понимаю, лечения, и насколько это возможно. Мы сегодня просто поговорим о рейке. Рейке, да. Ну, в том числе. В том числе, да. Да, да. Основная тема у нас рейки, потому что Михаил основатель школы Света Рейки, и как раз сразу могу сказать, что 14 февраля был день рождения. 20 лет. Школы 20 лет. 20 лет. Совсем чуть-чуть. Это в Латвии. Да. Это да. Где родился, там женился. Вот, так что вот расскажите нам, пожалуйста, и Михаил является и учителем рейки, и мы, может быть, даже перечислим всё, чем он владеет. Но сегодня мы решили поговорить вот о том, что такое рейки. Об этом направлении. Об этом направлении, да. Расскажите нам, пожалуйста. Ну, что, вопрос, что такое рейки? Что такое рейки? Это методика, которой в 2022 году будет 100 лет. То есть методика, которая отработана уже как бы со всех сторон, и изучена, и покритиковалась, и, наоборот, похвалилась во всех странах мира. И самое такое приятное, что она выдержала проверку временем, хотя, как обычно в жизни, у нас проверку временем выдерживает идеально практически никто, да. Обязательно какие-то вещи, которые могут что-то там в виде критики появляться, и это, естественно, коснулось тоже рейки. И методика была создана в виде такого необычного случая духовного озарения, если можно так назвать, или, как я говорю, Бог поцеловал в макушку филолога, самурая чёрного пояса, японца Микаусу. То есть это из Японии? Это японская методика, да, хотя территориально она могла родиться где угодно, ну, просто так вот сложилось. Этот человек, который занимался очень много разными видами нетрадиционной медицины, в Японии это было очень развито в те годы, он родился в 1865 году, то есть можно представить, да, в какой атмосфере этот человек жил. И однажды так получилось, что он пережил такой мистический опыт, духовный опыт, и этот опыт привёл к тому, что он как бы понял, что та энергетика, которую он почувствовал, это такой длинный, немножко мистифицированный рассказ, который не является документом, поэтому я не могу его как излагать, как билетристику. Но остаётся фактом, что та энергия, которую он почувствовал в одном святом месте, там такая гора Курама есть, и он там медитировал много дней, на 21 день это произошло. И он назвал это, вернее, может быть, он услышал это, что это называется рейки, и могу сказать, что этот человек не создал рейки как энергию, как силу, потому что уже китайцы тысячу лет назад, описывая так называемый феномен жизненных энергий, уже говорили, что в рейке существует семь видов основных жизненных энергий, которые несут информацию о том, что такое цветок, что такое человек, что такое глаз, что такое печень, да, информационная структура, и наука это уже признаёт, расшифровать пока не может, вот, и это было известно уже. Он узнал, что это рейки, он понял, что у него есть миссия делиться этим с людьми, и тогда, буквально там через короткое время, когда он начал демонстрировать это, и люди чувствовали очень большие изменения в состоянии здоровья, в эмоциях, когда он просто прикасался руками, и человек какое-то время наблюдал за своими ощущениями. Так примитивно выглядит это действие. И японское правительство, всё-таки это было достаточно и есть, строгая страна, очень чёткая, там всё проверяется, всё отслеживается, очень берегут людей. Они проверили методику, и была получена первая лицензия государственная, что метод безопасен и полезен для здоровья населения, и может использоваться. И была открыта первая клиника рейки. Ну вот у меня сразу вопрос, всякий ли человек, ну то есть, опять-таки, это озарение на одного человека произошло, или любой человек может… Озариться. Озариться, да. Да. Ну, я думаю, что любой человек потенциально может озариться, но вот эта методика, она всё-таки, то, что мы называем словом цивилизации, авторская. Потому что сколько бы людей не пытались это сделать, может быть, осознанно, это не фокус. Это просто вот… Я не знаю, знаете ли вы, когда-то слышали, наверняка, все там лица Менделеева, да, то есть, человек лёг, ну, он был всё-таки химиком, да, но лёг и во сне увидел, утром зарисовал. Ну, ему открылось, да. Да, ему открылось. И очень много таких фактов, огромное количество на Земле. Вот Микао Усуи – один из таких феноменов. Он не просто почувствовал там поток энергии, он научился это передавать. Феномен Рейки в том, что это передаётся по поколениям. То есть, Микао Усуи, по-японски наоборот, Усуи Микао произносится, он как бы первый учитель этого направления. Направление называется Усуи Рейки Риоха. Система естественного исцеления. Он ставил туда своё имя – Усуи. И он первый учитель. Он научил кого-то делиться именно вот в этом фокус. Это не упражнение, которое там выучить любое по книжке может. Это появление у человека возможности получать, я об этом, может быть, позже скажу отдельно, получать дополнительную энергию очень высокой частоты, которая не зависит от его личностной структуры, от его состояния, даже от его здоровья. И передавать это другому. И вот это через учителей идёт. Вот сразу такой вопрос возникает у людей, наверное. Люди всегда делятся на категорию, которая альтернативно лечится. Они верят в это. Обычно каждый человек лечится тем, во что он верит. А есть очень много сейчас методик, которые не альтернативные. Ну, то есть они, как это сказать, не классические. Вот я, наверное, так хотела сказать. И в данном случае сразу возникает вопрос, а каким образом происходит это исцеление? Ну, как вообще происходит целительство при помощи энергии Рейки? Да. Ну, во-первых, я в Рейке уже с 1993 года. То есть у меня достаточно большой опыт. Обучаю этому методу уже с 1996 года. Ну, посчитать это получается 24 года. Сама лично проходила. Да. Я была тоже одна из учеников. И проходила ваше целительство. И сразу моё впечатление. Прошло уже 15 лет, когда я была на сеансах у Михаила. Михаил, я не помню, что мы тогда исцеляли. Но я помню, когда я лежу, и я увидела, я просто увидела вот этот вот свет. И вот такое впечатление, что мне в глаза светит солнце. И я реально, я понимаю, когда я открыла глаза, я понимаю, что там не может светить солнце. Его просто не было. Объяснить это невозможно. Да. Вот это то, что я запомнила свои ощущения. Реально. Прошло 15 лет. Я говорю, я не помню ничего мы там лечили. Мне что, я запомнила вот это вот моё удивление, что я такой свет шёл от этого потока, да, что я его увидела как вот… Да, и это не феномен, Таня. То есть вот я на себе это реальность пытала. Это каждодневная моя реальность, которая вот во время приёма пациентов и во время обучения студентов новых рейки, это происходит. Ну, может быть, об этом поговорим ещё. Я хочу ответить на то, что меня немножко зацепило, потому что для меня рейки – это не целительство, это не исцеление, это только маленькая часть. В основном это духовный путь. Ну как духовный путь? То есть развитие человека как духовного существа с точки зрения лучших человеческих качеств. Это одна из методик, которые приводят человека к осознаванию, кто он, что он чувствует в себе, что он чувствует в мире, очень простыми и естественными такими, ну как бы, знаниями или действиями. Там нет жёстких каких-то правил, очень чётких таких требований к человеку, что он должен, кем он должен быть, что он должен делать. А это происходит. Поэтому для меня это больше духовный путь, в котором есть элемент, ну как вам сказать, это элемент последствий, может быть. То есть что-то происходит такое, что делает организм более сильным, более активным, и тогда эти исцеления наступают. У меня, например, самый такой случай, который вообще меня потряс. Я, конечно, не могу сказать, как это произошло. Я, конечно, ещё и психолог, потому что у меня два высших психологических образования, потому что без психологии очень сложно заниматься большим количеством людей ответственно. Это было в Таллине много лет назад, уже, наверное, лет 20. Я приехал туда семинаром рейки. И после семинара меня уговорили принять несколько человек, просто индивидуально поработать. Я принял одну женщину, она врач по профессии, и у неё была онкология, очень серьёзная онкология, лимфатический узел был вздут, и она собиралась уезжать в Санкт-Петербург, чтобы удалять эту опухоль, и потом стандартно химия, облучение, всё как надо. И она попросилась ко мне, чтобы успокоиться, потому что она очень переживала. И я с ней час поработал. Час поработал, немножко как психолог, и делал этот сеанс рейки. И он выглядит очень просто, прикосновение. И я возле этой опухоли подержал руки, и она сказала, что её стало легче, что боли ушли, и мы были очень счастливы этим. Мы расстались, и на третий день она мне пишет, я не буду даже произносить эту фразу, потому что врачи, они очень такие простые ребята, они говорят то, что думают иногда, то, что слышат в обществе. И она мне говорит, ты не представляешь, на третий день я встала в душе, подхожу к зеркалу, а опухоли нет. Вообще нет, визуально нет, вообще нет, ничего. Говорит, что произошло, что ты сделал? Для меня это, конечно, был только шок, потому что никто не лечил рак. Но этого реально не было. Она побежала, сделала биопсию, прошла обследование, прошло уже много лет. С тех пор у меня из Сталина присылают пациентов. Конечно, я не лечу рак, это абсурдно, кто его лечит. Но это вот то, понимаете, это то, о чём мы можем говорить. Но это правда, есть люди, которым нужно, чтобы поверить в какое-то целебное, им надо, чтобы они это могли почувствовать. В данном случае это та энергия, потому что я сама работаю с энергетическим каналом, я знаю, о чём мы сейчас говорим. Это очень трудно, ну то есть человек либо он доверяется, специалист, он приходит и просто… Вот как эта женщина? Она пришла просто успокоиться, да? И в данном случае она не ожидала, она не пришла за тем, чтобы её исцелили от рака. В данном случае она просто пришла получить поддержку. И поскольку она ничего не ждала, произошло реальное чудо. Это так работает, действительно. Это так работает, и я вообще по натуре очень большой скептик. То есть меня убедить в чём-то, в каких-то там таблетках или нововведениях очень сложно. Мне нужен опыт, мне нужно, чтобы я поверил, и мне нужно многократно поверить. И поэтому я, исходя из того, что я по специальности экономист, очень много лет отработал в бизнесе, я, в принципе, привык отслеживать. Отслеживать, что происходит. И вот это вот моё отслеживание, Таня и Олег, получило подтверждение, что то, чем я занимаюсь, это рабочий инструмент. Он действительно работает, он помогает людям. Помогает невероятно, помогает с точки зрения «как?» Непонятно, потому что это не физическая помощь, но помогает колоссально. Это энергетическая помощь, на самом деле. Потому что, наверное, мы энергия. Правильно, мы каждая энергия. И я просто не могу не сказать в данном случае свою историю. Я очень благодарна Михаилу и буду благодарна всё время, потому что когда моя мама заболела, тогда ещё у меня не было этого ресурса ей помочь. И я тогда обратилась к Михаилу за помощью, я ему просто позвонила и попросила поддержать её. То есть там была ситуация, когда её уже помочь нельзя было, можно было только ей тоже в том случае облегчить. И реально, вот вы знаете, я просто увидела, как человек оживает в этот момент, когда идёт сеанс. Особенно на тяжёлых больных это видно. Она реально просто ожила. Да, безусловно, это было на какое-то время. Безусловно, это невозможно исцелить уже то, что уже неисцелимо. Но в данном случае была оказана ей эта поддержка. Она реально получила эту помощь на тот момент, которую нужно было. И я безмерно, Михаил, благодарна вам. Спасибо. Я очень тронусь. И это действительно было благотворительно, да. Я просто хочу сказать, что, безусловно, мы ещё можем коснуться этой темы целительства или помощь энергетическая. Неважно, как мы это назовём. И вопрос денег, да. Потому что это очень у многих, это очень у многих, ну, возникает вопрос, что иногда надо помогать безвозмездно там или как-то. Но у Михаила есть, вот сколько я знаю, вот эти, наверное, 20 лет, у него есть благотворительные сеансы для терапии, ну, терапевтические сеансы для людей, которые реально, ну, по всей видимости, не могут оплачивать. И они могут прийти по пятницам, они приходят… По пятницам, полшестого, да, они получают такие быстрые сеансы, которые за 5-7 минут, в зависимости от количества людей, реально меняют ситуацию. Я просто не могла об этом не сказать. Это действительно, ну, как бы тоже достойно уважения. У меня вопрос сразу всё-таки по отношению к медицине традиционной. Как она, ну, вот, относится к этому? И вот какое… Если у человека, который занимается рейки, вот есть ли медицинское образование, нужно ли медицинское образование? Ну, и вообще, как вот соотносятся эти две сферы? Хорошо, вопрос принят, понят. Это злободневная тема. Но начать я хотел бы чуть-чуть с конца, потому что слово рейки ещё ничего не значит. Когда говорят, я занимаюсь рейки, это ещё вопрос, чем ты занимаешься, потому что то, что было создано 100 лет назад, особенно вот после 2000 года, начало, в общем-то, подвергаться такой человеческой атаке, когда огромное количество людей под эту эгиду начали вставлять свои видения, свои представления. И в результате возникло более 50 направлений, в которых используется слово рейки. Но они вот к этому направлению отношения не имеют. Людей иногда откровенно обманывают, иногда заблуждаются, обманывают. Поэтому, когда я говорю о себе, я говорю, рейки японской традицией занимаюсь, или вот тусую рейки рух. И в связи с тем, что я являюсь руководителем ассоциации профессионалов рейки Латвии, такая организация, которая существует уже с 1991 года и возглавляет основное направление нетрадиционной медицины, известный профессор Николаев. И мы туда входим как составная часть, кстати, самая крупная составная часть этой ассоциации. И, естественно, возникает тема вот этой легальности, принятия и так далее. На данный момент ситуация такая, что если говорить обо мне как о терапевте, который ведёт приёмы, у меня 20% людей, которых я принимаю, это врачи. Врачи и медицинский персонал из окружающих больниц. Они немножко иногда стесняются этого, но когда я спрашиваю, а почему вы ко мне приходите, у вас все инструменты, они говорят, этого нет. Мы не можем ничего альтернативного придумать. Они приходят как пациенты или как консультанты? Как пациенты за помощь, за той же помощь. И как ученики. Конечно. Да, у меня очень, я не имею права разглашать имена, у меня очень много знаменитых людей из Латвии, из-за рубежа, очень знаменитых людей, которые на слуху у всех, они учатся этому и используют просто для дома, для семьи. А с точки зрения информационного пространства, вот в прошлом году мы попытались начать переговоры, мы благотворительно оказываем помощь и пансионатам, и интернатам. И, кстати, я пользуюсь эфиром, могу сказать, что обращайтесь. У нас очень много подготовленных специалистов, они безвозмездно поедут куда-то в детские дома и так далее, помогут людям бесплатно. Да, это наше как бы служение обществу. Вот. И мы вышли на Министерство здравоохранения, создали очень хороший информационный такой пласт, там всё это описали, как выглядят рейки здесь, как выглядят рейки за рубежом. Ну, один из примеров, 900 больниц в Соединённых Штатах имеют отделение рейки терапии, где работают, сразу отвечаю на ваш вопрос, не только врачи, не только медсёстры, а обычные люди, потому что не происходит никакого внедрения в систему, ни психологического, ни физического, то есть никто ничего не трогает, не мнёт и так далее. Это уже другая сфера. И это прекрасно сочетается с медикаментозным лечением. Идеально усиливает и улучшает. Это на самом деле большая поддержка была бы медицинскому лечению. Да, и поэтому многие клиники, например, в тех же Соединённых Штатах специально обучают рейки медсестёр, чтобы они ухаживали за больными людьми с другим видом отношений и энергетики, помогали им, не теряя преимущество рейки, своей собственной энергией. И чем закончились наши переговоры? Они закончились, в общем-то, удачно, потому что нам сказали, мы не можем вас официально, ну, законодательство не позволяет внедрить в больницу как составную часть, нам денег не хватает за… Мы говорили, вообще нам деньги не нужны, может быть, нас не совсем слышали. Да, но мы не можем вас официально внедрить в систему здравоохранения, но мы не против, и мы вас поддержим, потому что результаты хорошие, и мы слышим только хорошие отзывы. Но как руководитель ассоциации через какое-то время я понял, что я не буду ничего делать, потому что цель была легализировать рейки как таковое направление и в Латвии, потому что очень много несоответствующего рейки действий происходит в обществе. Если мы легализируем как направление, как слово рейки, мы легализируем всё. Всё, что под него косит. Будем говорить так. Да, и поэтому мне иногда, вот когда я с человеком встречаюсь, мне иногда стыдно, я скажу сейчас это на эфир, но я скажу честно, что мне стыдно сказать, что я занимаюсь рейки, потому что люди, возможно, знают об этом совсем другое. И то, что они знают, мне за это стыдно. Поэтому рейки не такая однозначная система, не идеальная с точки зрения медиапространства, если вы войдёте в интернет, вы можете увидеть такое рейки, что я буду сидеть с красными ушами. Вы знаете, это касается и не только рейки, это касается любого энергетического, терапевтического лечения или просто воздействия, или помощи, неважно, как мы это называем. Слово «целитель» сейчас обесценилось полностью, к сожалению. Назвать, вот скажем, можно было бы сказать «целитель», но сейчас все смотрят на «целитель», да? Я даже убрал это из рейтинга своего «целителя». Да, да, убирают специалисты реально, потому что это обесценено. К сожалению, большому это правда сейчас так. Именно вот это непрофессиональное деградирующее информация. У меня было, ну просто к примеру, Таня говорит, побольше примеров. Вот, например, ко мне обратился один человек, которого лечил, как мне сказали, рейки-человек. Этот рейки-человек из района, где-то, неважно, сейчас эфир, не будем говорить, он лечил этого человека, делая ему вот эти сеансы прекрасные, наверное, как я рассказывал. И одновременно он давал ему пить керосин. Да, потому что у него там опухоль была. И вот он пришел и говорит, вот мне рейки назначила керосина. Я говорю, господи, как зовут этого рейки. Вот такой этот человек, уважаемый, я видел диплом у него на стене, он занимается рейки. И вот таких случаев масса. И, кстати, этот человек выжил, я не знаю, может быть, потому что он все-таки начал пить керосин. Не знаю. Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся и продолжим программу «Другой мир». Михаил Машенков, специалист по альтернативной медицине и рейки в нашей студии. Микс Ньюс. Продолжается программа «Другой мир». Ее ведущая Татьяна Доли и специалист по альтернативной медицине и рейки Михаил Машенков в нашей студии. Я вот сразу вспоминаю случаи, о которых тоже очень часто пишут, когда, например, больного человека неожиданно приходит кошка, садится у больного места, и люди тоже чувствуют облегчение. Это что-то похожее? Ну, с кошкой мы вряд ли будем сравнивать рейки, но кошка, она чувствует вот так называемые патологические места в организме, что мы тоже чувствуем. Где-то там давит, где-то неприятные ощущения. Обычно человек туда ручку свою-то кладет или трет, или что-то такое. Голова болит. Он… Это интуитивно делается. Интуитивно, потому что в каждом человеке заложен большой или маленький целитель. Большой целитель – это такой состоявшийся экстрасенс, который работает своим потоком энергии, своими возможностями, и он, ну, как бы от Бога. Вот. Таких людей немного, кстати. А в основном люди в быту это вот делают. Поэтому кошка, она вот эту плохую энергию, как ни парадоксально, не зря кошек называют особыми такими существами, она как бы забирает у человека. Мне вчера рассказывали такую историю, что кошка больная раком у одной моей пациентки. Больна раком кошка. Она плакала у меня вчера в кабинете, говорит, так жалко, мы столько лет с ней. И она уже жёлтая от этого выражения, она приходила и ложилась, и на грудь, понимая, что у неё плохое настроение. Кстати, и она, говорит, легче становилась. Это правда. Я сам тоже когда-то кошатник, я это видел. Кошка, почему-то ей нравится помогать. Ну, назовём это так. А с точки зрения рейки терапии, основное вот то, что лежит как бы по этапам самый большой эффект, это психоэмоциональное заболевание и нервная система. Не в виде рекламы, но в виде факта. Я могу сказать, что не знаю ни одной методики, которая позволяет за 5-10 минут убрать у человека эмоциональное напряжение, так как рейки. Не знаю. Я сам психолог, я знаю, как это работает в психотерапии. Это время, это совпадение всяких там штучек. Сработает, не сработает. Здесь срабатывает у всех. И человек, лажающийся под руки рейки терапевта, встаёт через какое-то время и говорит, лёгкость, спокойствие. Могу сказать, что очень много моих пациентов, почти все говорят, исчезает тело. Ну вот пришёл человек с улицы, я его не знаю, он меня не знает. Я начинаю делать этот процесс. И он говорит, тело исчезло. А тело, когда исчезает ощущение, что тело исчезло? Когда человек так расслаблен, То есть идёт очень быстрое расслабление. Этот поток энергии, он очень быстро и легко расслабляет. Ну вот этот вопрос, который я подготовила и хотела задать, можно ли навредить рейки? И мы начали этот вопрос уже обсуждать, потому что, когда мы стали говорить о том, как отличить действительно настоящие рейки специалиста, да, действительно создано. Да, да. Или же теми уже течениями, которые создаются сейчас, особенно в Европе, в западном мире. Восточный мир, он всё-таки хранит свои традиции, и там не так просто что-то новое ввести, да? Поэтому вот всё-таки можно ли навредить? Я бы сказал, что основное вот это вот колыхание нехорошей рейки произошло в России и на Украине, прежде всего. Даже так? Да, вот, к сожалению. Запад, он более консервативен, он занимается той системой, которая, ну, как бы заужена немножко, но она абсолютно безвредная и позитивная. Так вот, навредить рейки невозможно, если это используется рейки. В рейке нет манипуляции, а в некоторых методиках, которые содержат слово рейки, есть манипуляции, когда манипулируют сознанием, манипулируют энергией человека, делают что-то с ним, да? В рейке нейтральность. Вот, как говорят японские учителя, положи руку на человека, слушай, люби его и позволь рейке, как энергии, делать то, что нужно. А что делает этот поток рейки? Почему нельзя навредить? Потому что ничего в систему искусственно не внедряется, каждая наша система, каждое наше тело, она обложена огромным количеством условных предохранителей. И если человек получает что-то не то, его система тут же это, ну, как, каким-то уровнем сигнала ему сообщает. Чувствительный человек это чувствует, мгновенно, не чувствительный, может быть, слабо чувствует, но это так. И когда идёт поток рейки, ничего, кроме позитивных впечатлений у человека, не бывает. И, во-вторых, с человеком никто ничего не делает. А что происходит, когда этот поток, он выглядит как поток, визуально он выглядит как поток белого света. Свет. Да, как свет. А с точки зрения нашей телесности, это тепло и приятное ощущение движения. И вот эта энергия, которая входит в систему, что она делает? Она соприкасается, как вот натуральное лекарство, которое мы иногда, может быть, пьём. Она соприкасается с клеткой. Клетка, которая ослаблена, она берёт эту энергию и становится сильнее. Клетка, которая более слабая, ну, может быть, назовём её больной, она всё время получает атаки от организма, чтобы её уничтожить, убрать, ослабить дальше. Эта энергия делает так, что эта клетка становится более слабой и, может быть, она погасает. И так как это всё время происходит с человеком, и это естественный процесс у каждого из нас каждый день, здесь не происходит ничего нового, кроме дополнительной энергии для того, чтобы организм стал более сильным. Поэтому лечение заключается в том, что организм получает больше сил, просто больше сил. Есть у него силы с чем-то справиться, он справляется. Нет? Нет. Ну вот мы опять крутимся вокруг больной темы, потому что для Латвии это тоже намного более серьёзно на данный момент, чем коронавирус, это онкология. Ну вот один из примеров, когда человек, получающий эту энергию, неосознан. А кто неосознан? Это маленький человек. Это прошлое лето, одна из таких историй очень больных, ну эмоционально больных, когда позвонила женщина из Лепы. И вот представьте, я там в своём саду, кстати, я родился в деревне Рейки, может быть, кому-то это интересно, да, и живу в Марупе в доме Рейки. Так вот, правда, не мой дом, но арендуем, но всё равно дом Рейки. И вот я сижу в доме Рейки, в саду, замечательно, и мне звонит женщина из Лепы, и говорит, у моего ребёнка три месяца, девочка, рак головного мозга, огромная опухоль. Мне дали ваш телефон, сказали, вы можете помочь. Я говорю, ну, вы же понимаете, если огромная опухоль, и врачи сказали, проживёт несколько дней, я навряд ли могу помочь. А они сказали, вы как-то так помогаете, что всё равно мне сказали вам позвонить. Я говорю, ну, я могу сделать эти сеансы на расстоянии, Рейки на расстоянии работают. Если правильно делать, всё очень эффективно. Я, кстати, занимаюсь благотворительностью и такой. На расстоянии помогают, открытая информация, можно пользоваться. Вот. Я сделал, сделал этому ребёночку два сеанса. Она больше не звонила, и я как бы, ну, без спроса больше не делал. На третий день она позвонила сама, я сказала, я благодарю вас. Она умерла. Конечно, вот когда мать говорит, это очень тяжело, я выразил, конечно, соболезнование, и она сказала, я очень вас благодарю. После вашего сеанса она стала спокойной, у неё явно исчезли боли, и она заснула. Я, говорит, так счастлива, что она не в муках ушла. И вот эта вот неосознанность организма, который получал просто этот поток, как-то его трансформировал. Вы затронули, ой, совершенно потрясающе, вы затронули момент, о котором действительно имеет смысл проговорить, потому что, наверное, вот эта роль, вот такая помощь, она тоже очень важна для тех людей, которым уже нельзя помочь. Ну, все уже об этом знают, но, тем не менее, можно, во-первых, облегчить, как в данном случае, а во-вторых, ну, кто уже понимает более тонкие вещи, немножечко их подготовить. Да? Кстати, на Западе в основном хосписы используют методикой Рейхи. Подготовить к уходу. Они уходят не в страхе, не в болях, не в муках, а они уходят действительно в спокойствие. радость. Боли исчезают, кстати. Поэтому мы предпочитаем лучше учить людей, не просто там всех спасать, весь мир не спасёшь, но... Это огромная помощь тоже. чтобы они помогали себе или близкие. Вот опять-таки, я вот возвращаюсь к самому первому вопросу. Все ли люди могут овладеть этим? Сразу ответ «все». Да, потому что мы даже маленьких детей в игровой форме такое, они играют, там рисуют, потому что в Рейхе там ключик есть такой, когда у человека возникает дар, он называется инициация или настройка, мы с Таней планировали этот вопрос обсудить как раз. Это такая, с одной стороны, мистическая вещь, с другой стороны, абсолютно естественная, но у всех людей, у меня больше 6 тысяч учеников, то есть есть из чего складывать статистику, у всех возникает этот дар. И вот маленькие дети, на них подержишь руки, сделаешь этот несложный ритуал, и у них ручки горячие, активные они, кошечек своих лечат, собачек, бабушек, мам, то есть все, Но это ещё и тот момент, который мы могли бы затронуть сейчас, это всё равно в нашу тему. На самом деле, у каждого человека есть свой ресурс. И мы привыкли, да, мы привыкли всё время обращаться, я сама обращалась очень, и ко многим за помощью, и терапевтической, любой, энергетической в своё время, и всем им благодарна, потому что каждый мне помог в тот момент, в который нужно было. Но в данном случае, когда я прохожу уже сейчас свои обучения, я понимаю, что каждый человек сейчас способен исцелять себя, в первую очередь, себя. Сейчас такой огромный ресурс, у каждого человека открыт, надо, просто люди не верят, им кажется это вообще чем-то невероятным, что это только избранные могут, это может реально каждый человек. Или ориентируются на внешние ресурсы, то есть это врач, это больница, это таблетка. Сейчас совершенно новые времена, новые вибрации, совершенно всё новое, нам дают эту возможность, нам открывают эти знания, и мы реально можем использовать свои руки, любой человек, я здесь абсолютно согласна с Михаилом, может использовать свои ресурсы, чтобы исцелять себя прежде всего. Заговаривать воду, говорить, это так называется заговаривать, Да, я не использую этот термин. Да, это я просто умею, но это просто очень активизировать воду, скажем так, это будет более, просто активизируется, всем известно, что такое вода и какой она проводник энергетический, да? Каждый человек может перед тем, как пойти спать, или там, я не знаю, просто сказать себе, любимому, что он хотел бы, чем бы он хотел зарядить эту воду сам, своей силой. Это все делают, да, это все делают, ну, те, кто уже понимают, что этот ресурс у каждого человека есть. Да, единственное, что здесь я подписываюсь под каждым словом Татьяны, я могу поправиться, что не у всех людей, вот то, что вы немножко и сказали, нет осознанности, нет такого ясного сознания, веры, в первую очередь, веры, но иногда и здоровья, да, рейки, японская традиция, методика, которая независимо от, от всех этих причин, перечисленных, дает эту возможность человеку, почему мы обучаем и детей, и взрослых, противопоказаний нет. У нас есть два пути, продолжить разговор, или у нас просто давно уже разрываются телефонные линии? Обязательно надо ответить, конечно. Тогда я вас попрошу надеть наушники, и здравствуйте, добрый день, пожалуйста, ваш вопрос, как вас зовут? Здравствуйте. Алло. Так, другая линия, здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Так. Не слышу. Не знаю, почему? Может, мы дождались? Нет, ну, вроде бы показывала, сейчас еще одна попытка. Алло. Добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Зовут меня Янец, не в шутку буду говорить, но, правда, очень интересный гость, вот, сам я по натуре физик, люблю, люблю физику, псевдонауку не верю, но вас интересно слушать, как бы, не было бы интересно, переключил другую бы радиостанцию и не слушал. Спасибо. очень интересные люди, и вас интересно послушать просто для своего развития. Но вопрос у меня будет на злобу дня, вот, насколько поможет вас, наверное, от... Коронавируса? коронавирус. Вот сейчас. Вот так и думали. На злобу дня, да. Ну, не в шутку, вопрос не в шутку. Нет, нет, вопрос серьезный. На позитиве, да. Готовы ответить. Спасибо. Да. Я действительно на злобу дня, буквально вот сегодня я отменил свою командировку в Киев, потому что Киев сегодня закрыли. Закрыли на карантин, и скорее всего, закроют всю Украину. Вот. И коронавирус, одна из инфекционных заболеваний, не будем дискутировать, почему это так строго, хотя грипп намного строже, и онкология, кстати, еще намного массовее влияет на людей. Что говорить о возможностях? У каждого человека огромные возможности противодействия любой инфекции. Но если инфекция его захватила, организм начинает с этим бороться. Рейки просто одна из методик, которая помогает этому человеку, может быть, получить больше сил. С точки зрения противодействия, типа сделай сеанс рейки, у тебя не будет коронавируса, ну тогда бы… Было бы слишком смело. Была бы эпидемия, да, эпидемия интереса. Нет. Поэтому могу сказать из опыта, потому что занимаюсь приемом пациентов, разные люди приходят с разными жалобами. Вот если есть инфекция, то человеку все-таки, ну как природа так создала, надо переболеть от инфекции, другое дело. Что при этом делать? Быть пассивным или активным, помогать или ждать у моря погоды. Конечно, рейки поможет человеку быть более сильным. Ну как мы и говорили, совершенно верно, каждый должен лечиться тем, во что он верит, прежде всего. Потому что мы можем тут на наших передачах вам давать разные рекомендации, но каждый человек все равно ему поможет только то, во что он верит. Если человек не верит в какие-то нетрадиционные способы, то они ему вряд ли так сильно и помогут. Хотя помогут, но может быть не так, как хотелось бы. Да, да. Поэтому в данном случае здесь это только поддержка. Хотя можно я добавлю, что в рейки не надо верить. То есть вот веришь ты в рейки, не веришь. Это для меня как вопрос Бога. Вот я верю в Бога, но когда мне... Докажи, а что я могу доказать? Я просто верю. Поэтому человек, который с рейки соприкоснулся, у него шанс появляется верить, для которого теоретически это... Я бы, например, не поверил, потому что, ну как это там, исцеляют, там, духовный путь, ерунда. На расстоянии тема. На расстоянии, как это. А у меня десятки тысяч людей каждую неделю принимают сеансы, их дело уже с 2002 года на расстоянии. И эффекты хорошие. Но это, опять же, вера. В данном случае у меня. Да, да. И еще один звонок. Примем. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, добрый день. Меня зовут Юрий. И вот ехал на машине, и вдруг услышал знакомый голос, и решил позвонить. Еще-то мы с Мишей знакомы, наверное, скоро уже будет лет 30. Юра. И все, что он говорит. Спасибо. Какой это Юра. И Волков. Волков, Юрочка, привет. И все, что говорит Миша, это, в общем-то, истинная правда. Я сам Рейки, в общем-то, мы с ним вместе начинали. Миша пошел дальше. Я, в общем-то, ушел немножко в другое. Но я постоянно применяю это для себя, для своих друзей, для своих знакомых, для родных, близких. И знаешь, что действительно работает. А то, что Миша делает, конечно, это здорово. Спасибо, Юра. Очень рад тебя слышать. Очень приятно. Сколько лет не виделись. Буду рад. Ну, и, наверное, уже последний успеем принять звонок. Добрый день. Коротко. Я довольно большой скептик. Но ваша деятельность нужна. Это согласен. Спасибо. По одной простой причине. В свое время в Союзе занимались йогой. Потом Кашпировский. Благодаря, кстати, Кашпировску я бросил курить. Это реальный факт. Поэтому я и говорю, что... А вообще-то я думаю, что все это плацебо. И, кстати, медицина плацебо не отменяет. То есть дай бог вам здоровья, и побольше людей, так сказать, чтобы выздоравливали. Но я скептик. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо большое. Приходите на сеанс. Я вам покажу, что это такое. Может быть, скептицизма... Не, на нормальный здоровый подход мужской. Да. Но с точки зрения плацебо, наверное, те, кто занимается фармацевтикой, знают, что особо дорогостоящие лекарства содержат часть плацебо. И здесь как раз то, что говорила Таня, вера. В данном случае я немножко защищусь, потому что в то, что мы делаем, особо верить не нужно, а эффект наступает. Энергия работает. Верим мы в это или нет. Сама. Потому что она все время работает. Говорит, ну вот, как я, когда проводятся такие семинары, называются семинары рейки первого уровня для начинающих. И вот приходит человек, который вообще ничего не понимает. Я ему объясняю элементарные вещи. Я говорю, вот, вы помните, как вы родились? Он говорит, ну вот, мама рассказывала. Я говорю, а как вы вообще создавались? Вы помните? Конечно, никто. И я не помню. Я говорю, две капельки слизи сказали. Привет. Да, встретились. Папа-мама называется. И дальше возникает человек. Складывает систему, появляется позвоночник, лёгкие сердца, голова, даже потом разум. Да. Как это происходит? Как это можно объяснить? Какое тут плацебо, извините, но просто это факт. Говорить о том, что это происходит по каким-то там чётким физическим законам, я бы не стал. Потому что мы живём, в общем-то, в волшебном мире. И даже один из примеров, например, а кто может объяснить, что делает Земля, вот крутясь в космосе, на определённом расстоянии, находясь от Луны, от Солнца, уже века, тысячелетия, миллионы лет. А почему это вроде бы случайное действие, почему-то происходит закономерно? Это, кстати, физические вопросы. Как вообще живёт Вселенная? Как Солнце? Почему температура такая? А почему завтра не другая? Почему что-то поддерживает наш воздух? Вот это вот то, что мы говорим, свежий воздух. Как это вырабатывать? Это же всё большая, назовём так, электростанция, которая всё это рождает. Поэтому мир волшебный, мы живём в волшебном теле, и всё, что мы можем, это поддерживать это волшебство разными способами. Ну что же, на этой, наверное, ноте и мы завершим сегодняшнюю программу «Другой мир». Я напомню, что специалист по альтернативной медицине и Рейке Михаил Машенков был в нашей студии, ведущая программы Татьяна Доля. Спасибо. Спасибо. Спасибо всем.